Нашел Газель. Привет, Гоша. Здравствуйте, волшебник. Чего вы такой счастливый? Нашел Газель. Красавчик. Знаешь, что я тебя люблю? Потому что времени у нас с тобой опять ни много ни мало, 20 минут второго. Очень хорошо. И где, Газель, на этот раз в Севоложске, может быть, Гатчина? На участке. Все правильно. Почти угадал. Как гелики, да? Как гелики, да. Отлично. Я, на самом деле, сегодня был такой день мерзкий. Было много проблем, и я тебе хочу сказать, я готов ехать прямо сейчас, и вот куда скажешь. А я уже готов. Хоть в Волосово, хоть в Васькилово. Не проблема. Это, кстати говоря, будем мимо проезжать или нет? А нет, не будем. Ну, почти рядом. И где, собственно говоря? Да, электросталь здесь. 790. 790 километров. Слушайте, электросталь? Да. Это под Москвой? Да. Если быть точным, если ехать от нас, это за Москву. Это даже не перед Москвой? Это, да. Там надо обогнуть кат? В Клину налево, там чуть левее, и пошли, пошли, пошли. От электростали еще, кстати говоря, там надо километров 40, по-моему, в сторону. Объясни мне одну вещь. Почему в деревне? История такая. Так. Машинка зимой встала на прикол. Ну, как встала? Она приехала. Подожди, подожди, объясни мне одну вещь. То есть, нынче она не заводится? Она, ну, как не заводится? Она зимой приехала сама. И, собственно говоря, все. То есть, ты мне предлагаешь сейчас, подожди, 20 минут второго ночи с Петербурга отправиться в электросталь, который находится за Москвой? Да. За Москвой? Да, да. 800. За газелью, которая находится у кого-то на дачном участке. Она приехала туда зимой, остановилась и больше не заводится. Да. На ней нет аккумулятора, она возила арбузы. Все очень хорошо. У меня есть еще вопрос. А как мы при удачном раскладе, даже если мы ее заведем, как мы поедем обратно? Ну, как? Я за руль. И погнали. Своим ходом? Своим ходом. То есть, ты хочешь съездить в электросталь, завести там газель, на ней сюда доехать? Да. 800 километров. Порезать ее, нахрен попилить и из этого сделать хат-рот. Да. Ты волосы. Ты знаешь, надо быть безнадежно больным, чтобы решиться на эту секретную сельхозоперацию. Но сегодня был реально ужасный день и мне кажется, я плохо себя чувствую, поэтому пофиг, валим. Но сначала, я думаю, нам все-таки надо зайти в мемое говно и переложить ряд инструмента. Такого, как бы так правильно назвать-то? Набора юнвы. Да, я, кстати говоря, взял кувалдочку, на всякий случай, и наборщик инструмента тоже. Ну, вдруг у нас в дороге будет целый электрик и, возможно, кстати говоря, даже... Надо, кстати, керосином позвонить. Рука жопы слез. Ну что, в бой? Валик, поехали. Поехали. Набор юнвы электрика. Слушай, а что нам на «Газели»-то сильно ничего не понадобится? Короче, я... Карбюратор нам будет. Я беру мультиметр, волшебные перчатки электрика и флаг. Очень хорошо. За здравый смысл. Я думаю, на «Газели» он очень сильно пригодится, когда мы поедем. Так, ну в принципе, что? Все, перчатки есть. Я смотрю, ты взял инструмент-аккумулятор. Да. А если что, мы даже сможем фиксовать опять. Да-да-да. Я стесняюсь спросить. Все в наборе. Волшебник, а вот это зачем? Слушай, ну это вдруг, я так считаю. На всякий случай. Дороги-то российские непредсказуемые. Я понял. Ну что, все, тогда валим? Валим? Валим. 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 Вольво. Самый безопасный автомобиль. Точно. Надо сейчас даже поедем. Надо, кстати, керосину позвонить. Где он там? Сейчас мы берем. Может нас встретят. Слушай, кстати, подожди, я кое-что забыл. Давай. Сейчас приду. Сейчас. Что-то он забыл. Что забыл? Дороги-то у нас волшебник. Опасный, тем более по дороге в электросталь. А вот теперь мы готовы. О, ну погнали. В бой! В бой. Валим. Волшебник, я керосину еще звоню. Где он там сейчас? Давай. Пускай выходит. Пора уже. Блин. Вече-то у нас блудни потешные. Алло. Керосина ищи. Ты где? Дома. Дома выходи давай. Все уже, выходи. Мы с волшебником подъезжаем. Куда выходить? Выходи на проспект Славы. Мы подъезжаем. Ну, в карман, в карман, в карман выходи. То есть, выходи в карман. А, понял. А, ну давай. Все, давай, давай, давай. Керосиноч, ты вообще только с Апскова приехал. Очень хорошо. Он на самом деле мог сразу брать курс на Москву. Какой смысл ему было возвращаться? Ну да, но Апсков. А, ну как, чуть-чуть отвородочка. Ну там, ну отвородочка небольшая, но там все равно там Москве еще где-то 400 остается. В принципе, он мог бы. Помыться, может быть, успел хотя бы. Помыть свое татарское чрево? Татарское чрево, да. Слушай, в такую погоду, на самом деле, хороший хозяин собаку на улицу не выпустил. Лишь, а мы в Москву собрались, волшебник. Очень хорошо. Ну-ка, что? Вы бы хоть погоду хорошую наколдовали? Колдуем. Колдуем. Процессия. Хорошо. Процессия. Вот за это я и люблю волшебника, потому что волшебник за любой замручил. Всегда, просто, абсолютно. В Москву, за Козылью, в электросталь, легко. В бой! К слову сказать, времени уже ни много ни мало, а 45 минут в третьем. А сколько мы должны быть в Москве? Это завтра в 10? Ну, ехать в часу в 10, да. Ориентировочно, я думаю, в 12. Где-то в 12-11 нас там ждут, на этом удачном участке где-то, где зима прозимовала. А я даже не столько переживаю, что мы ее не заведем, я столько переживаю, как мы на ней поедем обратно. Ну, я сяду за руль, там посмотрим. Я сяду за руль, там посмотрим. Посмотрим. Короче, разведка боем. Огонь, огонь. Приключения продолжаются, вся банда секретного гаража снова вместе. Едем. Так, ну где он? Вообще дальше. Вообще дальше, вот там, где светятся фары, там и керосин. Много фар как-то светится. Ну, да. Это не он идет? Купчино, не знаю. Ура! Уй! Вы всегда лево. Далеко ли до Таллина? Иди сюда, наш кредотопливный друг. Куда пошел? Иди сюда. Здорово, братиш. Ну, как съездил в Апсков? Вообще нормально. С прошедшим. Ты в курсе, куда мы едем? Да. Куда? В Москва-Сити. Нет, мы едем за Москва-Сити. В электро-сталь. Вот и московские номера пошли. Ну, что, братиш, Москва. Да, вон автосалон, вещь с пробегом. Кстати, да, вон Волга стоит. Да мы обязательно на нее посмотрим, только пойдем сначала. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, подписываем и кофейку возьмем. Тем более, волшебник уже побежал. Что-то я засиделся. Вы понимаете? Я вообще-то, на самом деле, не хочу сказать, как лягушка-потешественница. Я даже домой не успел зайти. Вы меня прям так поймали на пересадке. На пересадке. Да. Из Пскова. Да. Прямо сразу в Москву. О, боржом. Да. О, я пошел. Давай, займи очередь, подписывайся. Передбул, да. Да. Волшебник. Как ты себя чувствуешь? Огонь. Огонь? Ты в порядке? Да. Ну, ладно, хорошо. Так, что еще? Интересно, здесь есть аптека? Аптека? Да. А что такое? У меня есть очень хорошая мысль. Если мы поедем на газели, надо купить берушу. Берушу? Берушу. Опыт мне подсказывает. Может быть, кстати, да. А зачем тебе аптека? Чтобы увидеть у них берушу. А, берушу? Ватные палочки, по-моему, кстати. Ватными палочками заткнулся? Ты можешь вату с них поснимать и заснять. Кстати, мысль. Мысль волшебник. А, кстати, ну, смотри. Может быть, что-нибудь. Короче, сейчас решим. Керосиноч, Керосиноч. Керосиноч. Ты, как всегда, твердотопливный, находишься возле присадок. А, там очередь, да? Там очередь. Ой, вида-то какая. Братиш, смотри, смотри. Как ты у нас? Представляешь, как это женщина? Я понял. Ладно. Надо кофейку купить. Быстрый запуск двигателя. Нам не пригодится, нет? Не знаю. По-моему, «Газели» это единственное, что мы покупаем не по дешману. Мы в электростале. Очиститель и тюнинг для дизеля. Да, да, да. Самое это все, что нам пригодится. Ты продаешь за миллион тачку. И вон, пожалуйста, есть еще один запрямь, миллион сто девяносто. Мерседес. БМВ говно. БМВ говно, да. Вы посмотрите, смотрите, какой сервис. Нажмите для вызова продавца Константин. Ну, еще до Москвы не доехали. Здесь тоже, кстати, с решеткой беда. А эта машина, понимаешь, миллион лет помоложе. Здесь уже. Ну, скорее всего, куда фильме ездил, раз вешка, да? Да, еще. Ее, скорее всего, ухит. Вхерячивал какой-нибудь водитель офисный. Поэтому тачка, я думаю, так подубита. И прогресс кучит, скорее всего. 407 кобыл. Конечно, он саживал там по полной. Он, блядь, все 600 выжимал с ним. Что ты ругаешься, ты-то, знаешь, по утру? Талант, глава, и игрушка, что? Ничего тогда. Ну, вхерячивали ее, я думаю, по полной. Ну, все офисные тачки, на самом деле, все офисные водители. Потому что тачка не своя. И они их убивают. 100%. Друзья, мы едем покупать нашу офисную тачку. В город электросталь. Едем. Да, нам осталось чуть-чуть. Ну, тогда поехали. Что вы понимаете? Солнце-то еще высоко. Уже взошло. Кстати, ты плохо выглядишь, братиш. Да? Реально, блядь. Доброе утро. Доброе утро. Вот только волшебник. Его ничего не берет. Вот волшебник и ничего не берет. Редбул, минералка. Редбул, минералка. Редбул не рекомендую, кстати говоря. Это одна баночка в месяц выпивается. Наверное, так вот просто так вот вспомнить вкус. Ты говоришь, я раз за два дня тебя с ней вижу, и ты все время говоришь одну и ту же фразу. Ладно, что? Валим, друзья. Погнали. Погнали. Город электросталь. Мы едем. Где? Черная. Где? Вон там черная. Пойдем мы туда подрочим. Черная молния. Черная молния, да? Ну или как там? Черная молния была бы как воздушный шар привязана, знаешь, и летала. Тоже, скорее всего, вторая серия, я думаю, сделана. Это уже 2 миллиона. Но это, по-моему, не продается. Во всяком случае, не продается. Но отсюда она и выглядит лучше. Как-то не на продаже. Боже мой, смотрите, кто-то умудрился приколхозить на Джельку прицел. Мать моя женщина, пригород Москвы. Я думаю, на стороннем стоит. Нет, как-то нет, смотри. О, да ладно. Я такого никак не видел. Он даже штатный, смотри. Штатный прицел на Джельке, надо же. Вот это вот уже поинтереснее. Ну, она бодрее, да. Черная. Ну, я могу сказать, что, скорее всего, все из новодела сделано. Сейчас, вот сейчас вот любую маленькую запчастюльку делаю, да вообще без проблем. Ну, видишь, она воссозданная, но она лучше воссозданная. На самом деле, вот эти вот даже плавники, как бы, они делают. Нет, даже после состояния, ну, как бы, сделать. Подожди, а плавники на той же нет? Это что за тема, плавники? Откуда? Я, честно говоря, тоже не знаю. Немного сказать, что... Может, тюнинг? Ммм, не знаю. Пытались прибавить стоимостью всеми возможными вкусами. А вот зеркала, кстати говоря, с наклеечкой. Это непонятно, наклеечка, это, скорее всего, старенькая, да, такая, потому что... Ну, иначе бы ее содрали. Да, ее специально оставили, чтобы мы нашли в запасах дедушки какого-то. Дедушки и стекло. Ну, так-то, огонь, смотри. Даже такой, этот самый, смотри, приборка такая зелененькая. Да, у меня, кстати, такая магнитола есть. Фетиш. Ну, у меня оригинальная. А вот здесь, по-моему, все-таки новодел. Вот прям не могу так сохраниться. Да? Ну, может быть. Может быть, если бы я лучше у них понимал, я бы понимал. Ты понимаешь, что твердотопливные? Здесь полнички стоят. А, кстати, соляра. Я нашел халтурку по быстрой схеме. Автокар, привет. Капот что-то приведет. 60, кстати, смотри. Всков? Всков, да, опять же, из Кабаристан, блин. Что, капот криво? Ну, зазаряки, да, да, да. Чуп-чуп, а здесь вообще? Ну, блин, ну, волшебник, ну а что ты хочешь? Не надеюсь, что это... А, 50, так это же, подожди, это что? Это Москва. 50, это что, это Москва? Ну, я еще не проснулся. Просыпайся. Ой, вот уже и солнышко начинает лепить в глаза. А это, значит, самое время надевать очки, короче, солнечные. Начинается. Да? Да. И все, мы грунтые поцыки. Ехать на ходовый участок. Ехать в город Электросталин, в деревню. Москва ходом. Разве что куличу. Может, там еще и гелигит завалялся. Да, 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 да. Бедного говномала, да? Не принимай на свой счет, братиш. Да, ну ладно, мы пофилим газель погрузим. Обязательно. Ну что, подъезжаем. Горьковское шоссе, в данном случае. Горьковское шоссе, Ногинское шоссе почти. Да, все по навигатору. Все по фэншу. 17 минут место прибытия. О, кстати, символичный газель. 152 регион. Откуда вообще чувак? 152, кстати, непонятно. Непонятно, да, ну ладно. Наш ждет человек с простым русским именем Дмитрий. Говорит, не заводил газель с зимы. Не уточняю, правда, с какой зимы. Говорит, зимой приехал. А, он сказал, что зимой у него встал. Ну, нет. Нет, приехал и встал. Он не уточнил, что произошло, что встало. Мы же, кстати, Грею даже не видели. Мы даже не видели. Фотографии не было. Но у нас с собой кувалда и аккумулятор. Я думаю, это все, что необходимо, чтобы завести газель. И у нас еще есть Тони. И Тони, да. У нас есть твердотопливный механик. Да, и электрик с своим компьютером. Я взял только мультиметр. Я подумал, что в газель. Ну, потому что она карбюратор, но это только мультиметр нужен. Ну, ты, кстати, как американец должен понимать в карбюраторах. Особенно в карбюраторах поле. Ты татарин, я помню. Как минимум. Как за меня. Это не я. Теперь все так считают. Ну, ну что, волшебник, нет? Ну, что, вот... Так, слушай, а там в той деревне нас как бы встретят? Или что там будет происходить? У нас... Он сказал, позвоните, и я вас направлю. Куда он нас направит? То есть своими руками мы уже не можем, да? Позвоните, позвоните, и нас направят. Да. Отлично. Ты рад, что ты вписался в эту поездку? Ну, я... Без комментариев. Не может передать своей радость. Не может. Не может. Переполняет радость. Да, ты пытаешься ее скрывать. Я вижу. Здесь, кстати, вот по дороге концентрация газелей как-то увеличивается. Ты знаешь, они в каких-то плачевных состояниях. Ну, мне кажется, по сравнению не с той газелью, которую мы едем забирать, они просто вообще как новие. Идеальный газель, да? У нас газель, на самом деле, которую мы едем забирать, простояло всего зиму. Ну, чуть-чуть еще в этом году. Но он не сказал, какую зиму. Какую зиму не сказал. Мы еще же разговаривали, и он сказал, что вот там какие-то мальчишки что-то от нее регулярно откручивают. Магнитолу еще. Он говорит, вы забираете побыстрее, пока ничего еще не открутили. Важно. То есть, в принципе... С электростали 800 километров до Питера. Газель стояла, понимаешь, с зимы мальчишки что-то от нее откручивали. И вот три агробата поедут на ней, да? Вопрос, да. Вопрос, какие мальчишки у него на участке еще что-то там делали. Что они на его участке, эти мальчишки? Сейчас главное, чтобы мы приехали, у нас Вольву не отжали, понимаешь? Мальчишки, которые магнитолу откручивают. Которую отжали. А, ну, хорошо, если... Электростали, вау! Ну, направо туда, смотри, оп. Оп, повернули. Так. 1 километр. Электросталь, Нижний Новгород, все нормально. Какие-то, в какую-то глушь мы едем, на самом деле. За газелью. Может, там в деревне еще гелик завалялся. Ну, вряд ли. Мне кажется, просто волшебника нужно отключить авито, понимаете? Чтобы он не искал, понимаете, всяких газелей тут. Это что? Я вот здесь думал за 157 съездить. Но вопрос, что никто не может им управлять. А, 157? Да, за колуном куда-нибудь далеко. Никто не может. Мы вообще ничего управлять не можем. По-грамотному. У нас все. Так, ну вот. Ну, все, мы прибыли. Электростали, да. Кстати говоря, крест. Крест. Ничего себе стоит. Символично. Молниевые. На Кинское шоссе нам 14, но... Я знаешь еще, что хочу прокомментировать? Волшебник. То есть, можно же было добавить десятку и купить газели в Питере. Ну, да. То есть, а мы... У нас не было эти десятки. У нас не было эти десятки. Да, у нас, сука, есть тридцатка. Да, то, чтобы на ней доехать до Питера, да? Вот такая вот секретная сельхозоперация. Да. Короче, нам... Купить в Питере каждый может. Да, конечно. Проехать за 800 километров и купить... Может, только команда секретного гаража. Только команда секретного гаража. Только Hellcars. Секретная операция из секретного гаража. Секретного гаража. А в Купчино секретная операция Hellcars Customs Gazelle. Вот карета какая-то. Вот какая-то... Что это такое проехало? Четыре колеса с губкой. Чепырка. Правда, ее смотри, газель тоже стоит. Он на палату. Поверните налево. Мы сейчас повернем налево. Поверните налево. Габриэль. Я понял. Он устал. Вот такая поистка, конечно. Да. Короче, что, ждем? Ну, ждем. Так, встретились с чуваком. Вот его преследуем. Удаляется от нас на фокусе. Первый универсал с блатным номером 190. Регион 190. Но волшебник не отдает. Не сдается, не сдается. Какой там фокус? Фокус? Что? Мы на Ольве, на дизельный. Знаешь, 280 сил. Сейчас мы его как бы натягиваем. У меня только один вопрос интересует. Что мы на гелике не поехали? До полного. До полного. До полного трэша и идиотизма. Объясните мне. Потому что ты генератор еще не сделал. А, ну вот-вот-вот-вот. Но в целях наказания ты генератор делаешь сам. Ну, такие как будто хочет от нас скрыться. Ну, слушай, мы проехали 800 километров. От нас уже не скрыться. От нас уже не спрятаться, не скрыться. Мы его уже видели 500. Да, причем он сказал, ну это здесь недалеко за поворотом. Сколько уже продолжается эта погода? Уже минус 40. Какой-то лес. Какой-то лес. Хрустик, осторожно хрустик. Это еще не до хрустика. Хрустище. Блядь. А он дорогу знает, походу. Степется, что ли, так быстро ехать, тормозить. Это я не люблю так. Это водитель газели. Так, выворачиваем. О, краски сгущаются. Не, ну мы все время все покупаем по деревням. По деревням, по деревням. Печалька сама из деревни приехала. Печалька это уникальный случай. Ну, она же за айфон, понимаешь, с доставкой печальку нам даже привезли. Я думаю, это еще один уникальный случай будет. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас все видимо. Все видимо осталось немного. Да. А, смотри, прилично. Истина где-то рядом. Да. Только газели не видно. Ну, конечно, она вросла в землю. Она все и не живет. Женщина приехала. А что нам делать? Паркуемся. А, сюда? Так, отлично. Вроде сюда. Вот в это говно парковаться? Там мы стороной, волшебник. Там ты прям в лужу встал. Нет, я встал, чтобы все можно. Красавчик, да. Я именно этого я и хотел. Ну что, гоу. Минт истины. Волшебник. Да. А мы не давно стоим никогда. Смотри, и в ней кто-то живет. Я тебе хочу сказать. Там какие-то куропатки. Вот это. Вот это да. Да? Ты посмотри, на ней бельишко уже сушат. На ней реально сушат бельишко. В ней живут куры. Реально. Колесо спущено. Оно вросло в землю. Ты посмотри на это. Вот так вот, да. Стекло. То есть, как бы мы на ней поедем, да? Лобовое стекло. Тресло-то, дворник не работает. Это не страшно. Свечи хотели. Ты не зря про шлем говорил, братик. Здесь нету стекла. А, беда. Ой, там еще и... Подожди. А, там каска есть, смотри. Каска? Каска достойна. Достойна одеялка. Нет, вообще... Вообще, ну да, так неплохо. А у нас есть компрессор? О, здесь какие-то бонусы. А кто из них петух, мне интересно? Котофея нет. Нет, у Котофея, да. Ну не взял я Котофея, он бы и мое говно стражит. О, ипотеха. Слушайте, ну ржа, когда братиш. Как ты думаешь, заведем? Ну, я думаю, что нет. Да не-не, заведем, мы так не сдадимся. Дим, а когда она последний раз заводилась? Вот ее, когда весной потащили. Весной. А какой весной? Весной какого года? 15-го. 15-го? Какой у нас? Капот уже стал. А крыхи нету? Капота тоже нет. Да и что? Капот? Зачем тебе капот? О, на скорость не влияет. Ну что? Ну что, джентльмен. Штаб. 97-й год, а документы в 2000-е. Это не важно. Это не важно. Это не так важно. Да. Нет, смотри, здесь коммутатор, все, значит, клеммы огонь, огонь, огонь. Дим, правда, а есть крыха? Нет? Головой не творят. Крыха нету? Нет, крыха это еще херст. Крыха, я думаю, что да. Ну, смотри, смотри, фильтр такой свеженький вроде. Да? Да. Надо искать и хорошее в дурном, правда же? Да-да-да, надо за аккумулятор заводить. А ключи там, да, все, давай попробовать. Давай пробовать. За аккумулятором, ты в бой. Ребята, это реально... Нет, вообще все понятно. Вот это плюс, вот это минус. А. Это реально, это секретная сельхозоперация. Гараж в Купчино, халкар с кастомс на выезде. Нежные номера. Мурр. Мурр. Точно, Котофея не хватает, это пипец. Мы реально... Жесть, мы приехали в электросталь. Мы не спали всю ночь. 800 километров, а я две ночи не спал. Я до этого не спал, да, тоже ночью. Ты, кстати, тоже. Керосиноч был в Обскове, опять на дрифте, значит, у меня были дела, там, личные проблемы и все такое. Но вчера вечером волшебник докинулся до меня и сказал, Гошан, мы едем покупать газель. Я думал, что это в области оказалось в электросталь. Короче, мы в Подмосковье. Это пиздец. И нам нужно вот на этом доехать до Питера. Но прежде всего надо ее вот довести. Это в твоей пиздец. Ну что ты ругаешься матом? Нас дети смотрят. Смотри, братиш, она какая-то... Есть что-нибудь? О, тут давно не было воды. А тут была тормозуха? Там Африка. Тормозуха была? Открыл, пожалуйста, братиш. Там Африка. Вырони, пожалуйста, тормозную. Провода, огонь. Топливные трубки, огонь. Есть тормозную? Есть, ну нет, открой, открой пупку. Да, все замечательно. Даже в сцеплении что-то плещется. Масло в двигателе. Масло, масло, масло. Я знаешь, когда последний раз видел волковский мотор? Сейчас смотришь, вон. Еще вон, достань, что? А что я-то? Ну, ты же механик. Что, есть масло? Нормально, отличное масло для газели. Доедем до Сан-Франциско и обратно. Короче, план такой. Я предлагаю сначала горючим ее заводим, потом доливаем технические жидкости, качаем колеса и, не дожидаясь перитонитов, в бой. Нормально, бенз есть? Да, аккумулятор надели. Пойдем зажигание поворачивать. Ну, пойдем пробовать. Ой, прости, прости, прости. Прощаю, прощаю. Так, ну-ка. Волшебник на одеялку. Каску. Каску, каску. Давай, давай. Отличная приборная панель. А то у вас... Ну, понятно. Так, короткая, понятно, раз взброшена. Цепа выжимается? Да. Ну, что? Хуй. Она даже крутит. Не, не, подожди, подожди, я подкачаю насосом. Только что-то, блин, не стыдно. Ты, 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 печалька, да. Ну-ка, давай. original. Давай. Пока! Пока! Продолжение следует...